Устроили шоу с карантина. Вируса никакого в общем-то может и не быть вообще. Мы победим. Мы же русские люди. Нет страха за будущее, нет. Страшно, честно сказать. Как сейчас месяц объявили, и что будут делать обычные люди, не объявляют чрезвычайную ситуацию. То есть людям ипотеки платить, людям аренду платить, людям вообще на что-то жить. А большинство людей просто сейчас будут сидеть без денег. Я без денег. У меня 200 рублей в кармане, и мне 10 дней как минимум жить. Я не знаю на какой хере. Что мне воровать идти? Такой бред на самом деле чуть-чуть происходит. Но это лично мне как бы мнение, но и не одного меня. Если больше 10 дней, мне кажется, это продолжится, допустим, да, вот так я предполагаю по логике, да, то есть это начнется, то мне кажется, просто народ, народ как просто восстанет. Люди злые, озлобленные, не нравится им эта самоизоляция. Ну, я думаю, что это связано с потерей, конечно, заработка. Что люди понимают, не на что им будет жить потом, после того, как все это пройдет. Ну, наверное, я могу назвать себя счастливчиком. Вот, моя работа от этого не пострадала, она просто перешла в другой формат. Вот в духовном, может быть, да, что как бы, может быть, у нас всех как бы поедет немного крыша, но не знаю, не знаю. Наверное, лучше сейчас вот лучше посидеть дома, чем потом вообще никто не будет сидеть никогда и нигде. Большое количество сна очень хорошо сказывается на моем всем, но очень плохо сказывается на моей учебе. Дистанционное у нас обучение вообще где-то сейчас по ходу недели у нас нету почти пар, а так у нас дистанционно лекции онлайн и семинары онлайн, и мы, в принципе, нормально учимся. Уже к этому привыкли в некоторой степени. Моя компания, на которой я работаю, и моя супруга, она на какой карантин не ушла, потому что мы, там, у нас прям письмо, то есть, что мы обязаны работать, потому что мы занимаемся продуктами питания. Это в первую очередь важно людям, а работаем мы на мороженом. Муж работает из дома, привез принтер, сидит, работает, стараемся, мы выделили комнату, стараемся мужа не трогать. Лучше пересидеть дома это время, считаем. Боимся, честно, боимся. Наша жизнь немножко замедлилась, и мы стали больше проводить с семьей, это же тоже неплохо. С детьми, честно сказать, мы гуляем на улице, потому что у меня трое детей, сидеть постоянно 24 часа с ними дома, три мальчика, и я скорее повешусь, чем коронавирусом заболею. В нашем городе у нас нет подтвержденных заболевших, и насколько бы это ни звучало плохо, но мне кажется, это глупо в какой-то мере. Именно у нас соблюдать жесткий карантин. Вообще считаю, что это афера, мировая какая-то афера глобальная. Уничтожить среднее звено экономическое, мировое какое-то. Ну и все, вот основная цель, все это было, видимо, задумано еще задолго до того. Жизнь продолжается, она немножко притормозила, но ничего, все наладится через некоторое время. Если государство не будет сильно мешать нам жить, то все наладится. Субтитры создавал DimaTorzok